В прошлых годах произошедшие на территории Тувы этой теме посвятили пресс-конференцию в региональном следственном комитете. Так, по данным ведомства, за 9 месяцев текущего года на территории республики зарегистрировано около 6 тысяч преступлений, свыше полутора тысяч из них входят в разряд тяжких и особо тяжких. В первую очередь журналистов интересовал вопрос о резонансном убийстве семьи в городе Ак-Давурак. Напомним, 4 марта этого года при тушении пожара в одном из многоэтажек города были обнаружены тела 35-летних супругов и их малолетних детей с признаками насильственной смерти. В ходе оперативных мероприятий были задержаны две родные сестры местной жительницы. По данному уголовному делу следствием проведено большое количество экспертиз, в том числе и психиатрических. По результатам этих проведенных экспертиз, фактов того, что можно было сказать, что они не причастны к данному преступлению, не установлены. Следствие покажет то, что мы имеем. У нас полностью доказана их вина. Особое внимание на пресс-конференции было уделено преступлениям в отношении несовершеннолетних. Так, за 9 месяцев следственным комитетом возбуждено более 140 дел. В преступлениях по отношению детей самым громким стало убийство новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено в Кызыле в Паките на берегу Енисея 21 апреля прошлого года. Мать ребенка не установлена. Проведена генетическая экспертиза, установлен генотип. И в настоящее время по расследуемым уголовным делам следственного управления у нас производится забор генетического материала, в том числе у тех мужчин, которые проходят. Потому что вы же знаете, что ребенок сам появиться на суть не может, что как мать, так и отец. Возможно, при совпадении генотипа отца мы выйдем на, собственно говоря, на мать. Или при установлении генотипа матери мы выйдем на нее. По данным регионального следственного комитета, с начала 2017 года зарегистрировано 11 преступлений против половой неприкосновенности и свободы в отношении детей, среди которых и дело 76-летнего уроженца села Элегест Нандынского района. Напомним, 2 октября текущего года подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в дом односельчан, где находилась малолетняя потерпевшая. Воспользовавшись отсутствием взрослых, мужчина совершил в отношении 8-летней девочки насильственные действия сексуального характера. В настоящее время следственные действия проводятся. Обвинение этому гражданину предъявлено не изнасилование, а иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица недостыгшего 14 лет. То есть это статья 132, часть 4, пункт Б. Обвинение предъявлено, но он пока вину не признает. Также руководство регионального СКР рассказали о ходе дела без вести пропавшей в мае 2014 года в Шаганаре пятилетний Аиши Кулар. Расследование дела все еще продолжается. Нами регулярно проводится и обследование территории, местности с целью обнаружения возможных останков. Хотя надежду о том, что она еще жива, мы не теряем ни в коем случае. Недавно проведены поисковые мероприятия с привлечением волонтеров, силы МЧС. Значит, тоже обследовано более 350 колодцев. В начале июля этого года в 3-4 километрах, от села Элехем Чахольского района, в 130 метрах от береговой линии Саяно-Шушенского водохранилища, были найдены костные останки. По данным проведенных экспертиз, установлено, что останки принадлежат ребенку в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет. Назначена геномная экспертиза для выделения генотипа и возможного установления близких родственников, чтобы получить более подробную информацию об обстоятельствах гибели данного ребенка. Но напоминаю, наше основное предположение, что это захоронение, старое, которое просто размалывало. Кулыраиши данные останки не принадлежат. В целом, за 9 месяцев текущего года следователями следственного управления возбуждено более 470 уголовных дел. Всего в производстве за этот же период находилось 772 уголовных дела. Около 500 обвиняемых уже предстали перед судом. Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с представителями ГИБДД и городской мэрии провели накануне вечером рейд по освещенности пешеходных переходов Кызыла. Первым проверили пересечение улиц Кочетова и Ленина возле молодежного парка. Участники рейда отметили, что здесь освещение дорожных знаков и самого перехода не соответствует государственным стандартам. А иными словами, на этом участке дороги ничего не видно. Далее в списке самых темных стал отрезок улицы Аюна Курседи рядом с 10-й школой. По словам начальника отдела энергетики, департамента городского хозяйства столичной мэрии Михаила Павлова, работы по освещению данной улицы ведутся. Дваэнерго ведет строительство, то есть мы с того, что мы будем вместе с ними вешать новые оголовники. Третьей точкой проверки стала улица Магистральная в районе Ближнего Кахема. Особое внимание этому отрезку дороги уделяется из-за большого количества пострадавших на пешеходных переходах. В пример можно привести данную улицу по освещенности. Все соответствует государственным стандартам. Пешеходный переход в данном случае освещен. И сама дорога освещена стационарным электрическим освещением. Нарекания водителей и горожан на недостаточное освещение уличной дорожной сети в темное время суток звучат достаточно часто и в отношении Байхакской. Однако на улице уже установлены опоры с фонарями, которые в ближайшее время включат. Отметим, что итоги рейда будут подведены на следующей неделе. По результатам проверки уже сегодня можно сказать, что на многих улицах освещенность ниже нормы.